Новости на ННТС, студии Махач Курбанов. Короткий анонс о том, что будет в нашем новом выпуске. Вкусно, но вредно. Киоски с шаурмой подвергнутся жесткому контролю со стороны Роспотребнадзора. Забрали драгоценности и деньги. Раскрыто разбойное нападение на семью, совершенное в сентябре этого года в Дахадаевском районе. Платить за свет надо вовремя. Дагестанская энергосбытовая компания решила показать это на своем примере. Похоже, силовики теперь взялись и за глав районов. Первым в списке оказался глава Бабаюртовского района Дагестана Ильдар Карагишиев. Сотрудники ФСБ и МВД провели обыски в его рабочем кабинете, а также в принадлежащих ему жилых домах в селе Бабаюрты в городе Каспийск. Карагишиева подозревают в причастности к хищению бюджетных средств в размере 9,5 миллионов рублей. Эти деньги были выделены на капитальный ремонт Бабаюртовской средней школы номер один. По неофициальным данным, самого чиновника на рабочем месте и в домах не оказалось. На допрос был доставлен его заместитель по финансовым вопросам. В Дахадаевском районе полицейские задержали двух злоумышленников, которые в сентябре этого года совершили разбойное нападение на семью. Добычей налетчиков стали деньги и ювелирные украшения на общую сумму около 120 тысяч рублей. Подробности делал у Патима Тханаповой. Говоря о том, что побудило совершить позднюю ночь нападения на односельщан, преступники находят одно объяснение – воздействие спиртного. Все бы ничего, но один из подозреваемых в подобных делах ранее имел опыт. 48-летний Рашид Алибеков – вор-рецидивист. Ранее был судим за кражу. Преступники вошли в дом через пластиковое окно, предварительно отцепив створки от рамы, ворвались в масках и начали требовать деньги и дорогоценности. Преступники наносили удары супружеской паре на глазах у несовершеннолетнего ребенка. В ход пошли даже тяжелые металлические инструменты. В результате хозяин дома был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. По данным следствия, воры похитили денежные средства в сумме более трех тысяч рублей, а также изделия из золота и серебра на общую сумму около 120 тысяч, после чего скрылись. По покращению предметов была направлена ориентировка территориальной отделы полиции. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий удалось установить причастность к совершению разбоя жителей села Кишадо Хадаевского района 1970 и 1986 годов рождения, которые после совершения данного преступления выехали за пределы Дагестана. Раскрыть дело помогли вещественные улики. Это отпечатки, оставленные на поверхности окна и на орудиях взлома. Следственные действия в отношении задержанных продолжаются. В скором времени им будет избрана мера пресечения. Патиман Ханапова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Дахадаевский район. Лавочки с шаурмой будут закрыты. Роспотребнадзор начал инспектировать в Махачкале точки продажи этого популярного блюда. Причиной внеплановой проверки послужило массовое отравление в октябре этого года в одном из столичных кафе. Теперь в случае выявления серьезных нарушений, санитарных норм, киоски прекратят свою работу. Как готовят шаурму в Махачкале, а главное, можно ли ее есть, выясняла наш корреспондент Карина Баталова. Я одеваюсь, просто иногда потеет. Так потеет не бывает, надо соблюдать. Отсутствие перчаток и головного убора до прихода сотрудников Роспотребнадзора никак не смущало этого кулинара. Мясо на вертеле не прикрыто, собственно, как и все остальные продукты. А ведь здесь готовилась не одна шаурма. Почему-то простые правила так сложно запоминаются. Ни хозяев, ни ответственных. Признавать грязь своей виной никто не желает. Документы на продукты в большинстве случаев отсутствуют. Откуда они и когда произведены, остается неясным. О правилах товарного соседства и температурного режима при хранении продуктов держатели подобных киосков порой и вовсе не знают. И даже все это не отпугивает самых верных посетителей. Очень хорошо готовят здесь, очень вкусно готовят, насколько я здесь работаю, на рынке саженцы торгую. Каждый обед я сюда прихожу, постоянно кушаю здесь, вкусно готовят, нет никакой этой жалобы. Сарафанное радио мгновенно доносит весть о проверке. Например, хозяин этого киоска говорит, что пришел сюда, чтобы просто поесть. А сейчас, видите ли, точка закрывается. Очередная закрытая лавка. При виде сотрудников Роспотребнадзора хозяева быстро уходят с рабочих мест. И все же контроля им не избежать. Специалистами Роспотребнадзора уже проверено более трех десятков объектов питания. И ни один из них не соответствует нормам. По итогам проверок несоответствующая продукция арестована. Принимаются меры административного воздействия. Также в отношении нарушителей принимаются меры вплоть до приостановления деятельности. Тем не менее, в столице все же есть немало точек по продаже быстрого питания, в которых хозяева стараются соблюсти предписанные нормы и обезопасить своих клиентов. Увеличить число таких мест под силу и обычным жителям города. Ведь, как известно, где спрос, там и предложение. Карина Баталова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Оплачивать за свет надо своевременно. Об этом еще раз решили напомнить населению сотрудники Дагестанской энергосбытовой компании. И не просто напомнить, а показать пример личной инициативы. За потребленную электроэнергию сегодня платили более 500 работников ДЭС. По словам организаторов, такие акции должны способствовать воспитанию в людях платежной дисциплины. А с этим у нас, как известно, далеко не все в порядке. По республике Дагестан, по конечным потребителям, дебюторская задолженность около 4 миллиардов. Считаем, что большая задолженность. Разбираемся с данной задолженностью. Есть где необоснованные. Значит, мы данные начисления сторнируем, обязательно убираем. Мы проводим большую работу по инвентаризации, именно по долгам. Вместе с правительством республики Дагестан, с главами муниципальных образований. Хочу, пользуясь случаем, обратиться к жителям республики Дагестан, городу Махачкалы, чтобы все оплатили за потребленную электроэнергию. Я, конечно, человек не суеверный, но есть такое поверье, что год надо закрывать свой без долгов. В соответствии с указом президента Владимира Путина, 2019 год объявлен годом театра. Официальное открытие прошло и в Дагестане. Торжественный вечер, составившийся в Большом зале русского театра, собрал деятелей искусства и любителей театра. Актеры готовятся к предстоящему сезону. Также в течение года дагестанских зрителей ждет много интересных событий, которые украсит культурную жизнь республики. «Председатель Союза театральных деятелей России Александр Александрович Калягин официально объявил об этом празднике. И в Дагестане тоже открытие. Будут чествовать известных актеров, режиссеров, театральных деятелей. И хочу особо остановиться, что сегодня проходит акция «Помним, любим», посвященная памяти, светлой памяти всех актеров, режиссеров, кто стоял у истоков театрального искусства Дагестана, кто очень много сделал для театров Дагестана». Дагестанские борцы стали победителями клубного чемпионата мира. Соревнования завершились в иранском городе Баболь. Магомед Курбаналиев и Ахмед Гаджимагомедов выступали в составе местного Бимирази. На групповом этапе они помогли своей команде выиграть матчевые встречи у клубов из Украины, Венгрии и Ирана. А в финале Бимирази разгромил турецкий тедаж. Оба дагестанца выиграли свои схватки досрочно. На этом у нас все. Смотрите нас также в YouTube и в Instagram. Сразу после выпуска смотрите авторскую программу Муханжана Курбанова «Ремарка». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова